МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. И снова жалобы на уголь. В нашу редакцию обратились жители Нижней Пёши. Нарекания на качество чёрного топлива. В нём попадается горная порода, он плохо горит и искрит. Подарись жизни. 20 апреля во всём мире отмечается Национальный день донора. В нашем эфире расскажем, как стать человеком, который может спасти жизни другого. Весна вступила в свои права. Самое время начинать подготовку к летнему сезону. Скейтбордисты-бэймиксеры уже несколько дней до блеска начищают парк для тренировок. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. На Яриюйском месторождении продолжается устранение последствий разгерметизации скважины. Об инциденте стало известно накануне. По информации регионального департамента природных ресурсов экологии и АПК НАО, на кустовой площадке Яриюйского месторождения в ходе ремонтных работ произошла разгерметизация скважины. Допущен выход нефтесодержащей жидкости. На данный момент скважина загерметизирована. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по устранению последствий инцидента. К вылету на месторождение готовится межведомственная группа, в состав которой войдут представители природоохранных структур, прокуратуры и профильного департамента. Проверяющим предстоит оценить состояние тундры близ места инцидента. Перебои со связью на западе Ненецкого округа были оперативно устранены. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель Департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого округа Антон Лебедев. В пятницу в районе 11 часов у нас был обрыв связи по линии НЕС-Пеша. То есть это НЕС, ВИЖУС, ОМА и Нижняя Пеша у нас остались без интернета. Мы их перевели в стационарную и мобильную связь на резервный канал. Достаточно оперативно локализовали проблему. Эта проблема была в НЕСИ на нашем узле связи. Но, к сожалению, своими силами, точнее силами на месте, которые у нас есть в НКС, решить проблему не удалось. В субботу утром вертолетом вылетел специалисты с оборудованием и с необходимыми запчастями. И в районе 12 часов субботы мы все это устранили. Немного мы не дотянули до летнего периода. Большая модернизация оборудования узла связи на западном направлении намечена на июнь-июль. Мы мало того, что модернизируем оборудование, это позволит нам в том числе расширить в два раза канал связи. Определены сроки весенней охоты на территории Ниньского округа. Так, на западном участке она стартует с 10 по 19 мая, на центральном с 15 по 24 мая, на восточном с 28 мая по 6 июня. При определении срока в профильном департаменте руководствовались научными и метеорологическими данными. Кроме того, была собрана большая выборка мнений и позиций жителей региона и главпоселений по вопросу сроков, рассказал Альберт Чебдаров. В рамках весенней охоты жители региона смогут добывать водоплавающую дичь. По одному разрешению предусмотрена добыча не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Напомним, весенняя охота осуществляется в течение 10 календарных дней. После того, как нормативно-правовой акт о подтверждении сроков весенней охоты будет официально опубликован, в профильном департаменте начнут принимать заявления на выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. И снова жалобы на уголь. В редакцию телеканала «Север» обратились жители Нижнепеши. Нарекания на качество черного топлива. Как и во всех населенных пунктах, в угле попадается горная порода. Он плохо горит и искрит. Алина Ваучейская продолжит. Вот так все. Огромные куски черного цвета София Мазорик называет горной породой. Жительница Нижнепеши негодует. Купила 4,5 тонны угля. Это, между прочим, на 12 тысяч рублей. А половина твердого топлива оказалась бесполезной. Огромные глыбы и в печь не влезают, и расколоть их не получается. Сам пенсионерка говорит, таким углем, если и затопишь печь, теплоотдачи никакой. Да еще и стреляет и искрит. А печь в доме 80-х годов постройки, что говорится, на ладан дышит. Трескается и проседает. Денег на ремонт нет. Страшно ведь. Ну а что делать-то? Живем. И не мы так одни живем. В этих домах тоже живут. В двух-то квартирных, в этих восьмидесяк квартирных домах. Тут два-то этих дома-то должны. Тоже боятся печки топить. Нарекания на качество угля в этом отопительном сезоне поступают едва ли не из каждого населенного пункта. Жалобы схожи. Высокая зольность, большое содержание породы и, как следствие, плохая теплоотдача. В предыдущие где-то года три качество угля было отличное. Хорошая теплоотдача, практически зольности никакой не было. Вообще прекрасное качество было. И хотелось бы, чтобы в 2021 году закупили уголь именно такого качества, который был в предыдущие годы. В начале апреля глава региона Юрий Бездудный поручил провести тщательную экспертизу качества угля, доставленного в населенные пункты Ненецкого округа. Как нам сообщили в администрации Заполярного района, на сегодняшний день окончательно утвержден перечень точек забора твердого топлива для проверки его качества. Первый этап – Коткина и Харивер, второй этап – НЕСЬ и при необходимости – Каратайка. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Подари жизнь. 20 апреля во всем мире отмечается Национальный день донора. Дата выбрана не случайно. В 1832 году петербургский врач Андрей Вольф впервые выполнил переливание крови. О том, как стать человеком, который может спасти жизнь другого, расскажет Елизавета Кабанова. А вы когда-нибудь хотели стать донором? Мы пришли в единственный в регионе центр переливания крови, чтобы узнать, как стать человеком, который может помочь спасти жизни. И я тоже решила проверить, могу ли стать донором. Первый этап – забор крови. В ходе анализа выяснилось, что я не могу быть донором. Низкое количество тромбоцитов – одно из противопоказаний. Переболевшие новой коронавирусной инфекцией также должны подождать полгода. Людям, у которых с кровью все хорошо, далее нужно взять направление и пройти медицинское обследование. Ну, скажем так, донором может стать у нас любой человек, достигший 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. К нам может прийти, сдать все показатели крови, если пройти врачей, которых необходимо для того, чтобы стать донором. И в дальнейшем, если противопоказаний нет, может стать активным донором и сдавать кровь один раз в два месяца. На сегодняшний день в Ненецком округе 398 доноров, 250 из которых являются активными. В регионе поддерживают донорство, благодаря чему в отделение переливания крови стабильно приходят новые люди. Планово мы организовали забор два раза в неделю. Это понедельник и четверг с 8 утра. Это примерно по 10 человек. По 10 человек доноров приходят к нам два раза в неделю. Плюс у нас при необходимости мы вызываем доноров к нам сюда для каких-то неординарных случаев. Активно сдающим кровь каждые два месяца положена доплата в размере 2000 рублей. А тем, кто побывал на кровосдаче более 40 раз, не только дают звание почетного донора России, но и ежемесячно выплачивают 3000 рублей. А также есть ежегодная разовая выплата в размере 14 тысяч. Таких почетных доноров в Ненецком округе более 100 человек. А о том, от чего нужно воздержаться перед самой кровосдачей, нам рассказал Андрей Паневин. Если на утро будет кроводача, конечно, воздержаться приема алкоголя за несколько суток, не есть жирной пищи, копченой, соленой, отказаться от физических нагрузок больших, чтобы нам кровь не забраковать. При соблюдении всех этих условий, пожалуйста, всех ждем сюда, сдавать кровь. Если вы давно хотели попасть в число людей, которые помогают спасать жизни, смело идите в отделение переливания крови. Сотрудники не только расскажут вам все в подробностях, но и напоят вас чаем перед самой кровосдачей. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. Шаг в цифровое будущее. По таким девизам прошел урок цифры для учеников школы номер 4. Ребята познакомились с самыми востребованными профессиями. Тему продолжит Наталья Дуркина. Савелий Достовалов с компьютером на «ты». Одноклассники просят его обрабатывать фотографии и помогать с проектами. Юноша разбирается в графике и мечтает стать дизайнером. Мне очень понравился сегодняшний урок. Там говорили много всего интересного о современных технологиях, о искусственном интеллекте, о людях, айтишниках, которые работают за этими компьютерами. Рассказывали очень интересно. Я хочу стать графическим дизайнером, тоже работать на компьютере. Мне это нравится. Это сфера. Сфера новых технологий заинтересовала Василису Ковалеву. Девочка с трех лет изучает английский язык. В планах после окончания учебы открыть свою фирму и преподавать для всех желающих. Я хочу учить детей, но, например, сейчас был период коронавируса, и у меня мама, она работает учительом английского, и она уже по ЗУМу занималась с ребятами. Я вот тоже хочу учить детей, потому что мне это очень нравится английскому. Урок цифры – это масштабный проект для школьников о самых востребованных навыках. Сегодня ученики 8-го Б-класса 4-й городской школы познакомились с цифровым производством. Ребятам рассказали о профессиях будущего. Школьники должны ориентироваться в перспективных направлениях будущего России. Соответственно, мы им в этом помогаем. Сегодня на уроке мы разобрали и интернет вещей, коснулись, и цифровой мод двойника предприятия. Соответственно, аддитивные технологии немножко рассмотрели. Познакомились с понятием бизнес-аналитиков. Что они делают, чем занимаются. Это новая совершенно специальность. Возможно, кто-то из них станет бизнес-аналитиком. Урок цифры проводится на протяжении двух лет. Большая часть тем направлена на профориентацию. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жители НАУС могут принять участие в выборе объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование будет проходить на федеральной платформе 83.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. Все три территории, участвующие в голосовании, находятся в Наринмаре. Объекты предложены самими гражданами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайская, прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. На днях Минстрой России запустил горячую линию по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства. Она будет работать в круглосуточном режиме. Позвонить может каждый гражданин из любого уголка России. Кроме того, в регионах страны, в том числе в НАУ, организованы местные горячие линии. Она будет работать в будние дни с 8.30 до 17.30. Телефон вы видите сейчас на своих экранах. Кроме того, получить консультацию также можно будет у добровольцев. В каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. В НАУ он организован на базе регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Мы будем подходить к жителям округа. У нас будут планшеты и там будет установлено предложение. По этому предложению мы будем рассказывать, как все это должно происходить. Получается, человек должен будет зайти в это приложение, ввести свои данные и просто проголосовать. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализовываться в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Весна вступает в свои права. На столбиках термометров плюс 7. Самое время начинать подготовку к летнему сезону. Скейпбордисты-бэймиксеры уже несколько дней до блеска начищают парк для тренировок. Тему продолжит Наталья Дуркина. На первый взгляд может показаться, что велосипед-бэймикс не для такой хрупкой девочки. Однако Ульяна Агапитова доказала обратное. Малышка уже знает пару трюков и часто ходит в парк оттачивать навыки. У меня сначала начал эту деятельность папа. Мне понравился просто его велосипед, и потом мне начало быть трудно на нем. И я захотела, как у всех, самокат. Папа, мы посмотрели всякие ролики, увидели, что самокат для меня будет очень опасным. И папа пришел к выводу тому, что можно купить бэймикс только поменьше. И вот так вот все началось, и я вот начала на нем именно кататься. На площадке тренируются не только бэймиксеры, но и самокатеры. Один из них – Никита Дмитриев. Мальчик уже три года занимается активным видом спорта. Я сам все учусь, мне никто не помогает. Ну, может, иногда какие-то недочеты есть, кто-то лучше меня катает. И помогает просто поставить какой-нибудь новый трюк, и все. После долгой и холодной зимы ребятам скорее хочется на свою площадку. Именно поэтому Александр Иванов решил собрать большую спортивную семью, чтобы расчистить скейт-парк. Как началась хорошая погода, сразу появилось желание кататься, начали убираться. Убирались примерно дня четыре. Как хорошая погода, так сразу. Потому что все хотят кататься. Все хотят сразу убрать, сразу идти кататься. Многие занимаются спортом. У нас человек больше 50 точно. Если прям в теплый, жаркий день всех собрать, то будет очень много. Помочь привести юбилейный парк в порядок собираются и представители Центра молодежной политики. 24 апреля они организуют субботник и приглашают всех неравнодушных. 24 числа, именно в эту субботу, мы подключаемся к всероссийской акции по всероссийскому субботнику. Планируем здесь вот в парке юбилейном, а также вот в скейт-парке провести субботник с участием молодежи. Максимально просим всех подключиться к этому мероприятию. Хотим устроить такой небольшой праздник даже для ребят. Сделать музыкальное сопровождение. Организовать какие-то конкурсы, площадки для ребят. Думаем, что будет интересно, а главное, что это будет полезно для нашего парка. Мы приберем территорию и позволим детям в комфортных условиях у нас здесь играть, заниматься спортом. С собой необходимо взять лопаты грабли. Перчатки и мусорные пакеты будут выдаваться на месте. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. С песней по жизни. Наш следующий материал о народном хоре Ивановой дочке из Несе. Артистки не только радуют концертами односельчан, но и выполняют важную миссию сохранения культуры Севера. Алина Ваучейская продолжит. Даже к обычной репетиции несянки готовятся как к торжеству. Ведь если поешь, на душе всегда праздник. К внешнему виду в народном хоре Ивановой дочке относятся строго. Встречают ведь, как известно, по одежке. Поэтому в гардеробе артисток несколько концертных костюмов. Они у нас, наверное, самые любимые. Вот такие жилеточки, это чисто как северные. Но вот это у нас, как говорится, голубизна, это небо. А волны на Подоле – морское побережье. Каждый костюм, как картина, на которой отражены природные явления и обитатели Канинской тундры. Так и в песнях Ивановы дочки поют о любви до родном крайнем севере. Весь овень и солнце носят на своих рогах. Приезжайте, приезжайте, троярство смотрим. Аккомпанирует хористкам единственный в коллективе мужчина Алексей Ваучейский. Уроженец Неси после окончания Архангельского колледжа культуры и искусства успел поработать с творческими коллективами в Пинежском районе. В 2018-м вернулся в родное село. И уже три года помогает Ивановым дочкам готовиться к концертам и гастролям. Требуем, спрашиваем, если налогоняем. Если какие-то ответственные мероприятия, то по-много раз выходят на сцену. Это дорогого, конечно, стоит. Интересно работать и отдушенным в свое время. И как-то познаешь новые песни, новые возможности. То есть того, чего не подозревал, скажем, примерно. Вдохновляет и помогает творить несянкам Надежда Красильникова. В прошлом музыкальный руководитель детского сада, а сегодня хор-мейстер Ивановых дочек, посвятила вокалу и песням 32 года. Дружный коллектив за это время успел объездить не только село Ненецкого округа. Артисток не раз приглашали на международные фестивали народной песни в Архангельске и Мизень. Причем, на какой бы сцене ни выступали хористки, их всегда ценят за неповторимый стиль северного пения. А еще обязательно поинтересуются, почему Ивановы дочки. Все спрашивают, откуда появилось такое название. И мы всегда начинаем объяснять шутки. Мы говорим, что мы живем в маленьком селе, в маленькой деревушке жили. Из мужиков-то там был всего один Иван, так мы все Ивановы дочки. Вот это так шутим. А на самом деле, когда мы приехали в Коткино, в 1991 год, по-моему, это было, у нас в репертуаре была песня «Ох, Ивановы дочки». В репертуар Несянки выбирают эксклюзивные произведения. Это и старинные песни бабушек, плясовые, хороводные и даже современные песни на народный лад. А еще Ивановы дочки ставят театрализованные представления. Одним словом, песня «Здесь, на Седом Канине» и строить, и жить помогает, и не дает скучать. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», село Несненецкий округ. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова